Ситуация с бюджетом во время пандемии. Бюджет самоуправления недополучил более миллиона евро. Редакция Ньюс ТТСЛТ задала вопрос директору администрации самоуправления о выполнении бюджета в 2020 году и Виргиниус Букаускас привел сравнительной цифрой за прошлый и позапрошлый 2019 год, который мы прожили без пандемии. Если в 2019 году мы закончили бюджет, то доходная часть превышает на 108%, то есть на 8% больше доходов, чем планировалось в начале было получено, то за 2020 год выполнение бюджета по доходной части общей составило 95% и 0,1%. Букаускас также отметил, что поступления от подоходного налога были на 5,5% меньше, чем планировалось. В конце года Совет уточнил бюджет и принял решение об уменьшении его доходной части, но если брать от первоначального спланированного бюджета, то его выполнение составляет 84%. По словам Виргиниуса Букаускаса, бюджет недополучил в прошлом году почти 1 миллион 100 тысяч евро. Администрация надеется, что правительство сможет вернуть хотя бы часть тех средств, которые не были получены от сбора подоходного налога. По закону должно быть, но как будто в этом плане, если есть такое бюджетное планирование, но это не по нашей, скажем, вине, но могут правительства сказать, извините, что было всем и не будет компенсировать. Немало бюджетных средств было потрачено на мероприятия, связанные с пандемией, на перевозку людей, прибывших из-за границы, на содержание мест изоляции в ЛОКе и на питание, изолированных на первом этапе, а также на подготовку и ремонт помещений для температурной клиники, пункта сдачи тестов на COVID-19, также на приобретение защитных средств. На эти цели из резервного фонда директора администрации было выделено 82 тысяч евро, из которых 69 тысяч компенсировало государство. Что касается средств, выделенных из так называемого плана мер по поощрению экономики и смягчению последствий распространения коронавируса, то они были направлены на поддержание экономики, на то, чтобы бизнес имел рабочие места. Например, часть средств, выделенных по плану поощрения экономики, была направлена на реконструкцию велодорожки налог, на оборудование кондиционерами классов гимназий, в которых проходят экзамены и на другие работы. Получит ли самоуправление от государства компенсации за потери, связанные с пандемией, станет ясно примерно к апрелю.